Братца за леди Макбет Мценского уезда, не рассчитывая довести до иступления зрителя, бессмысленно уверен режиссер-постановщик Георгий Исаакян. Первая редакция оперы Шостаковича вот-вот появится в репертуаре Самарского театра оперы и балета. Это опера о пограничных состояниях, это опера о женщине на грани нервного срыва, это опера о том, что страсть, любовь, казалось бы, очень человеческие чувства совершенно человека превращают иногда в зверя. Удивлять техническими новшествами постановщики не собираются. Говорят, это душевное произведение, и заполнять его изобилием сложных форм не нужно. Здесь современные веяния могут погубить истинные и глубинные мысли. Стало шаблоном, ну давайте-ка всех пойдем в секонд-хенд, купим это. Это не очень интересно. У нас спектакль такой кинематографический, у нас есть самый разный, он должен быть динамичным, там есть сам разбит на огромное количество эпизодов. Зритель привык к тому, что называется экшен, и вот про страсть, про любовь, про, в общем, сюжет, ну посмотрите. Сам Шостакович назвал свое произведение трагической сатирой. Эта идея по версии Самарского театра отражена во всем – музыке, движении и аутентичных костюмах. Головные уборы и вообще все костюмы, они выдержаны, конечно же, в эпохе. Вот эта вот шляпа взята непосредственно из журнала мод того времени, 1907 года. Именно сохранен крой, но декор, конечно же, и свои какие-то нюансы, да, чисто театральные. До премьеры осталась всего неделя. Волнение зашкаливает. Буквально на днях приехали декорации из Петербурга. Истории о женщине, которая стала жертвой домостроя и купеческого быта, не оставит зрителя равнодушным. Премьера состоится 20 мая. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.